Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Альфред Лепетти, известный под псевдонимами Альфред Легрант, Капрал или Чёрт. Французский художник, карикатурист и фотограф. Я пользуюсь Википедией. Альфред Лепетти родился в Оумале, Приморской Сено, 8 июня 1841 года. В 1861 он поступил в ученики к скульптору и моделисту Клазу в Париже. А затем в 1862 поступил в ученики к профессиональному фотографу на улице Вивиен в Париже. Занимался фотографией для личного или коммерческого использования с 1860-х годов. И задокументировал мелкие ремесла в городах сельской местности в 1880-х, 1890-х годах. Был учеником школы изящных искусств в Руане под руководством Гюстава Морена в 1866 году. Изучив рисование, живопись и фотографию, занялся карикатурой в Руане. Находясь в Париже, он давал рисунки для ревью Андрея Гила и Франсуа Поло «Затмение» в 1866 году. С 1867 по 1883 год рисовал для журнала «Факт», основанного Шарлем Филиппо. В январе 1870-го основал еженедельную сатирическую газету «Шарде». Яростно выступал против Наполеона III. Во время Парижской коммуны опубликовал серию работ под названием «Люди коммуны». Основал несколько сатирических изданий. Создавал серию тарелок, иллюстрированных карикатурами под названием «Современники в своих тарелках», отмеченную наградами на Всемирные выставки 1878 года. Вместе с Фелисиеном Шампсо он основал сатирический еженедельник «Современники». Дрался на дуэли и убил итальянца из-за национализма. Опубликовал «Веселые жизни святых» в 1883 году. Использовал псевдонимы Капрал и Альфред Великий. Ле Петти начал в 1888 году эпизодическое сотрудничество над «Портретами современных мужчин», публикация которого прекратилась в 1899-м. Был приговорен к двум месяцам тюремного заключения за выступление против армии и поддержку генерала Буланжи. Поставлял акварельные рисунки в галерее Бернхайма в Париже в 1895-м. Попытался сделать карьеру академического художника, но потерпел неудачи на этом пути. Довольно плачевно закончил свою жизнь, создавая карикатуры для туристов на первом этаже Эйфелевой башни. И пел в кабаре под аккомпанемент своей скрипки. С 1903 по 1905 годы находился в больнице парижского отеля «Отель Деа». Вел там дневники, делал зарисовки, которые будут опубликованы в книге «Я болен». Умер 15 ноября 1909 года. Ну вот так вкратце о французском художнике-корректуристе и фотографии Альфред Ле Петти. Известный под псевдонимами Альфред Ле Грант, Капрал или Черт. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.